Девушки отдыхают Внимание, тишина в студии. Внимание, следующий вопрос. Расположите пабы, известные по сериалам, в порядке их появления в телеэфире. Королева Виктория, собака в пруду, моток шерсти, возвращение ровера. Итак, сколько из наших девяти участников справились с заданием? Вот правильный порядок. Самый старый, возвращение ровера, 1960-й. Затем моток шерсти, когда там еще была ферма, 72-й. Королев Виктория, сериала «Интендерс», 85-й. И недавний, собака в пруду, 1905-го года. Итак, кто из девяти ответил правильно? Думаю, многие, но не все. Кто быстрее всех? Джулия Инглиш ответила за 3,46 секунды. Джулия, выходите. Конечно, женщина. Конечно. Умница. Раз уж вы здесь, давайте выиграем миллион. Да, конечно. Да, конечно. Да, молодец. Играет Джулия Инглиш из Бристоля. Она научный сотрудник биологического отдела Национальной службы крови. Замужем за Ником уже 18 лет. Он болеет за нее в зале. Ник говорит, что очень любит Джули, но полюбит еще больше, если она сегодня выиграет кучу денег. Когда они встретились впервые, Ник почти прошел мимо, потому что подумал, что Джулия парень. Но это, конечно, не так, потому что у них уже двое детей, 12-летний Дэвид и 10-летняя Эмили. И если игра сегодня пойдет хорошо, то они смогут осуществить свой большой семейный план, а именно переехать жить в Австралию. Ну, попробуем в этом помочь. 12 вопросов, 3 подсказки, 1 миллион фунтов. Удачи Джулии. Начинаем игру. Кто хочет стать миллионером? Первый вопрос на 500 фунтов. Слушаем. В какой стране изобрели соевый соус? В Индии, Бразилии, Италии, Китае? В Китае. Ответ правильный. У вас 500 фунтов. Волноваться не о чем. У вас 500 фунтов. Второй вопрос на 1000. Слушаем. Что в замке называется барбаканом? Каземат. Надвратная башня. Внешняя стена. Подъемный мост. Башня. Эта башня у вас 1000 фунтов. Легко и просто. Как ощущения? Теперь лучше уже не придется уходить с пустыми руками. Вы можете уйти с тысячи. Так чем конкретно вы занимаетесь в национальной службе крови? До сентября я занималась анализами крови и трансплантацией стволовых клеток. Но с сентября меня перевели в отдел подготовки новых кадров. Если бы вы сегодня выиграли миллион, а я надеюсь на это, вы бы бросили свою работу? Даже не знаю. Миллион это большие деньги? Да. С миллионом, наверное, бросила бы. Но если бы выигрыш был пару сотен тысяч, и мы бы переехали в Австралию, я бы продолжила работать. Хорошо заниматься любимым делом там, где тепло и солнечно. План отличный, но пока у вас только 1000. Так что вернемся к действительности. Третий вопрос на 2000. Все ваши подсказки целы. Вот вопрос. Название скольких месяцев по-английски состоит из восьми букв? Двух, трех, четырех, пяти. Трех. И какие? Это... Стоп, посчитай еще раз. Февраль. Ноябрь. И декабрь. Ответ окончательный? Да. Никакой не забыли? Надеюсь, нет. Ответ правильный. Вы выиграли 2000 фунтов. Ужасный вопрос. Было бы так стыдно. Да, ужас. Но любому бы пришлось так же считать на пальцах, сколько там букв. Главное, что ответ правильный. У вас 2000, и все подсказки еще целы. Четвертый вопрос на 5000. Какое слово можно поставить перед словами Сотбери и Онгар, чтобы получилось название местности в Англии? Шептон. Чиппинг. Мидсамер. Лайм. Я знаю местечко Чиппинг в Сотбери, недалеко от Бристоля. И мне кажется, я слышала о месте Чиппинг-Онгар. Другие ни на что не похожи. И поэтому мой ответ B. Чиппинг. Окончательный ответ? Окончательный. Ответ правильный. Вы выиграли 5000 фунтов. Разве не будете скучать по Бристолю, когда переедете в Австралию? Всегда можно посмотреть на него в интернете. Ясно. У вас сейчас 5000 фунтов, не сгораемая, только 1000. Но вы еще не взяли ни одной подсказки. Пятый вопрос удвоит ваш выигрыш. Внимание, вопрос. Кажется, это ваша тема. Что означает буква Г в медицинской и диетологической аббревиатуре ГИ? Генетический. Гликемический. Гастральный. Глондулярный. Гликемический. Так и знал, что вы знаете. Стыдно будет, если вдруг ошибетесь. Я уверена, что не ошиблась. Точно? Да. Окончательный ответ? Да. Ответ правильный. У вас 10 тысяч фунтов. У вас 10 тысяч фунтов. Сумма выигрыша теперь растет быстро. Шестой вопрос на 20 тысяч. А вы еще не взяли ни одной подсказки. Не торопитесь. Подумайте хорошенько. В какой стране находится самая южная точка континентальной Европы? В Испании, Португалии, Италии, Греции. Самая южная точка континентальной Европы. Мне кажется, я знаю ответ. Но в географии я не очень сильна. Я надеюсь, что у зрителей познание больше. Я беру помощь замок. Зрители, вопрос на 20 тысяч фунтов. Слушайте вопрос. Берите ваши пульты. В какой стране находится самая южная точка континентальной Европы? А в Испании, Б в Португалии, С в Италии и Д в Греции. А, Б, С или Д. Голосуем. 37% сказали Греция, 28% Италия, 13% Португалия, 22% Испания. Ужасный разброс. Что будете делать? У вас 10 тысяч. Есть еще две подсказки. Я пытаюсь вспомнить карту. Мне кажется, в Греции теплее, чем в Италии. Совсем близко к Турции. Думаю, послушаю зрителей и выберу Грецию. Это ваш окончательный ответ? Да. У вас было 10 тысяч. И благодаря нашим зрителям вы потеряли 9 тысяч. Джули, зрители, правильный ответ, Испания. Джули, вы такая милая. Как жаль. Молодцы, нечего сказать. Спасибо большое. Аплодисменты. Она уходит с тысячи фунтов. Восемь оставшихся участников надеются выиграть отборочный тур и сыграть на миллион. Полная тишина в студии, пожалуйста. Внимание, вопрос. Расположите эти известные суда в хронологическом порядке. Мария Целеста, Баунти, Королева Мария II, Золотая Лань. Вид у участников неспокойный. Посмотрим. Золотая Лань, 16 век. Затем Баунти, 18 век. Тоже давно. Мария Целеста, 19 век. И самая поздняя, Королева Мария II, это уже 21 век. Вот правильный порядок. Посмотрим, кто из оставшихся восьми участников дал правильный ответ. Двое, и кто быстрее? Джим Пиркс за 6,78 секунды. Сначала надо выйти сюда, а потом мы пойдем туда. Вид у вас немного ошарашенный. Но вы же для этого номер набирали и нам звонили. Да. Ну, так все происходит. Вы жмете правильные кнопки, и потом мы идем туда. Пока я там сидел, я ни разу не нажал правильные кнопки. Но на этот раз правильно все и быстрее всех. Только двое правильно ответили. К следующей части будем переходить? Конечно. Вот и славно. Играет Джим Пирт из Блэкборна, графства Ланкашер. Сначала он работал военным водителем, а потом стал водителем фуры в коммерческой компании. Он работал на складе и в гостинице на острове Джерси, а потом 31 год был монтером. Последние пять лет он работает охранником в большом магазине стройтоваров. И они с женой Элис скоро будут отмечать 40-й юбилей. Она болеет в зале. У них две взрослые дочери и пока двое внуков. Если выигрыш будет большим, то Джим купит себе сезонный абонемент на матч Арсенала, а остальное растранжирит. Еще он хочет купить классную машину и прокатиться на ней по всей Америке, если Элис согласится поехать с ним. Что ж, 12 вопросов. Три новые подсказки, 1 миллион фунтов. Удачи, Джим. Начинаем игру. Кто хочет стать миллионером? Итак, первый вопрос на 500 фунтов. Вот он. Какого цвета обычно бывают вороны? Красные, зеленые, черные, белые? Черные? Правильный ответ. У вас 500 фунтов. Джим, не торопитесь, отвечайте спокойно. Вопросы без подвоха, но дальше, конечно, пойдут вопросы потруднее. Вопрос второй на 1000 фунтов. Какая из этих стран больше всего ассоциируется с кленовым сиропом? Италия, Южная Африка, Австралия, Канада. Канада. Ответ правильный, у вас 1000 фунтов. Что это за план такой, прокатиться по Америке на скоростной машине? Да, я просто всегда об этом мечтал. С открытым верхом? О, да. По следам хиппи? Да, по полной. Я ведь когда-то был хиппи. Было времечко. Когда-то? Конечно, не сейчас. Я же уже старый. Трасса 66 и все такое. Элис едет? Вряд ли она захочет лететь через Атлантику. Вот в чем дело. Она не любит самолеты? Нет. Так плывите на корабле. Но корабли она тоже не любит. Ясно. Давайте сначала денег добудем. У вас 1000 фунтов. И второй вопрос на 2000. Две главные футбольные команды какого города имеют в своих названиях слова Сити и Родерс? Бристоль? Бирмингем? Шеффилд? Ливерпуль. Не Ливерпуль, не Шеффилд. Это Бристоль. Уверены? Точно. Ответ окончательный? Да. Правильный ответ. У вас 2000. Давно за Арсенал болеете? С 8 лет. Примерно. Да, в 62-м они выиграли кубок, помню. Ясно. У вас 2000 фунтов, и вы не взяли ни одной подсказки. Четвертый вопрос на 5000. Какой американский штат был 50-м из вступивших в Союз? Аризона, Гавайи, Техас, Делавер. Это Гавайи. Уверены? Да, в 49-м был... Ну вот, уже не помню. Да неважно. Но это точно Гавайи. Окончательный ответ? Да. Вы только что выиграли 5000 фунтов. И ни одной подсказки не взяли. Получаете удовольствие от игры? Ясно. Взгляните на пятый вопрос. Может, и удовольствие получите, если ответите на него правильно. Он стоит 10 тысяч, а у вас все подсказки целы. Вот он. Кто исполняет роль доктора Тони Хилла в сериале «Тугая струна»? Роберт Линдсей, Робсон Грин, Николас Линдхерст, Нил Пирсон. Да. Я, наверное, лучше спрошу зрителей. Зрители, вопрос на 10 тысяч фунтов. Кто исполняет роль доктора Тони Хилла в сериале «Тугая струна»? А. На ваших пультах Роберт Линдсей, Б. Робсон Грин, С. Николас Линдхерст, Д. Нил Пирсон. А, Б, С или Д. Начинаем голосовать. 80% сказали Робсон Грин, 6% Боб Линдсей, еще 6% Николас Линдхерст, и за Нила Пирсона 8%. И вы мне сейчас скажете, что вы так и думали. Точно. Но я и правда так думал. Выберу ответ Робсон Грин. Окончательный ответ? Да. Уверены в ответе? Да. Так и есть. У вас 10 тысяч фунтов. Вы знаете, что у вас 10 тысяч, и вы сейчас можете удвоить выигрыш. Следующий вопрос на 20 тысяч. Кто выпустил альбом «Рутбокс», занявший первые места в хит-парадах в 2006-м? Уилл Янг, Джеймс Блант, Шейн Уорд, Робби Уильямс. Издеваетесь вы, что ли? Наверное, мне стоит взять звонок другу. И... И кому звоним? Виктории. Виктории. Моей дочурке. Вот что. Бог ей в помощь. Ладно, где она сейчас? В Блэкберне? Да. Сказать ей, что у папы на кону 20 тысяч? Почему бы и нет? Конечно. Алло. Виктория? Да. Это Крис Таррен. Добрый вечер. О, здравствуйте. Как выживаете? Спасибо, хорошо. Голос у вас совсем спокойный? Да не очень. Нет, нет, спокойный. А еще ваш папа говорит, что вы очень умная. Я уже начинаю бояться. Сейчас выясним. Настал тот момент, когда нужна помощь, которую вы обещали. Он не может ответить на один вопрос. Ясно. Он отлично играет. Вопрос уже на 20 тысяч. Ясно, спасибо. Это его 20 тысяч, не ваши. Итак, сейчас папа назовет вопросы, четыре варианта ответа. Один из них стоит 20 тысяч. Все понятно? Ясно, спасибо. Джим, удачи, время пошло. Вики. Кто выпустил альбом «Рутбокс», занявший первые места в хит-парадах в 2006-м? Робби Уильямс. А кто там еще? Уилл Янг, Джеймс Бланн, Шейн Уорд и твой Робби Уильямс. Робби Уильямс, точно, сто процентов. Ясно, доченька, спасибо. Люблю тебя, папа. И я тебя. Пока. И теперь люблю еще больше. Ну что ж, вы всегда были добрым папочкой. Всегда. И как это сработало? Посмотрим. Голос был очень многообещающий. Ну, свой ответ-то я еще не дал. Робби Уильямс. Странно, но я так и подумал. Окончательный ответ? Да. Ответ правильный. Вы выиграли 20 тысяч фунтов. Я хочу вам сказать, что как только появился вопрос, ваша Элис у вас за спиной тут же ответила. Робби Уильямс. Ваша жена разбирается в поп-музыке. Надо больше общаться друг с другом. После 40 лет совместной жизни можно попробовать. Ну что ж, дело серьезное. У вас осталась одна подсказка 50 на 50. Седьмой вопрос на 50 тысяч фунтов. Можно будет убрать два неправильных ответа. Можно забрать 20 тысяч и не отвечать на вопрос. Но если ответите, и ответите правильно, минимальная сумма выигрыша будет 50 тысяч. Ясно. Слушаем седьмой из наших 12 вопросов. Кто из бывших членов парламента написал сборник рассказов под названием «Кошка девятихвостка»? Эдвина Карри. Дуглас Херт. Джайлс Брандрес. Джеффри Арчер. Я правда не знаю. Можно взять подсказку? Да. Компьютер, уберите два неверных ответа, оставив один верный и один неверный. Я не уверен. У меня есть вариант, к которому я склоняюсь, конечно. У каждого он есть, но я не уверен. Какой вариант? Я думаю, это Джайлс Брандрес. Зачем ему писать книгу «Кошка девятихвостка»? Он как раз такими вещами и занимается. Джеффри Арчер тоже кучу разных книг написал, конечно. Но нет, рисковать 20 тысячами не хочется. Не хочу скатиться на тысячу. Возьму-ка денежки и хватит. Уверены? Да, я не уверен, кто из них. И рисковать не хочу. Ответ окончательный? Да, окончательный. Аплодисменты Джиму. Он выиграл 20 тысяч фунтов. Насладитесь ими, Джим. Скоро уже пенсия. Пусть эти 20 тысяч доставят вам радость. Если бы вы ответили... Вы ведь хотите знать, не правда ли? Если бы вы ответили Джайлс Брандрес, у вас бы уже не было 20 тысяч. Я был прав. Вы бы потеряли 19 тысяч фунтов. Правильный ответ – Джеффри Арчер. Так что правильно сделали. Аплодисменты. Вики Адольфус из Миддлсекса. Брайан Паулс из Дарема. Стив Фаулл из Северного Сомерсета. Карл Янг из Дарема. Гарри Йейвс из Чешера. Падди Уайткотт из Северного Линкольншира. Пола Лукер с Острова Мэн. Мэттью Джейкок из Нордгемтоншира. Ронни Мартин из Южного Ланнершира. Стефан Уайт из Бергшира. Все просто жутко и хорошо. Время отборочного тура. Кому из десяти претендентов удастся первым занять это знаменитое кресло и попытаться выиграть миллион? Надо ответить на один вопрос. Четыре ответа и единственно правильный порядок. Кто же даст правильный ответ быстрее всех? Полная тишина в студии. Участникам надо сконцентрироваться. Итак, вопрос. Расположите крылатые выражения из фильмов в порядке их появления в телеэфире. Я король мира. Это ты мне? Сыграй, Сэм. Я вернусь. Итак, посмотрим на результаты. Кажется, участники волнуются. Вот правильный порядок. Сыграй, Сэм. Из фильма «Касабланка», 1942 год. Это ты мне? Фильм «Таксист» с Робертом Де Ниро, 1976. Я вернусь. Фильм «Терминатор», 1984. И я король мира. Из «Титаника», 1997. Вот правильный порядок. Сколько из десяти участников ответили правильно? Вот они. Двое. Кто быстрее? Падди Уайтхотт за 5,89. Падди, вам тут совсем недалеко идти. Молодец. Ну что ж. Хотите выиграть миллион, прежде чем ехать домой? Да, хочу. Молодчина. Играет Падди Уайтхотт из Конторпа в Северном Линкольншире. Раньше он работал на компанию, которая скупала старые корабли на утилизацию. Теперь уже 25 лет его работа связана с пластиковыми окнами, и последние 10 лет он работает директором компании-производителя «Оконный храм». 24 года назад Падди познакомился с Пэт, своей подругой. У них обоих есть дети от предыдущих браков. Всего у них три взрослых сына и две взрослых дочери, и еще один внук. В зале за Падди болеет Клэр, его младшая приемная дочь. Запросы у Падди довольно скромные. Если выигрыш будет приличным, он бы хотел купить домик где-нибудь в Америке и красивый Бентли. Однако все, что нужно для того, чтобы уйти с чеком на миллион в кармане, это правильно ответить на 12 вопросов. Отвечать нужно самому, однако есть три подсказки, которые могут пригодиться 50 на 50 звонок другу и помощь наших странных зрителей. Итак, начинаем игру «Кто хочет стать миллионером?» Вот наш первый вопрос на 500 фунтов. Говоря про какую часть тела можно употребить выражение «Налиться кровью»? Палец на ноге, глаз, колено, десна. Это глаз. Да, глаз, у вас 500 фунтов. Ответ на второй вопрос даст вам несгораемую тысячу. Должен вас предупредить, что сейчас последний момент, когда вы можете уйти ни с чем. Но этого давно не было. Взгляните на второй вопрос. Какая из этих стран не была частью бывшего Советского Союза? Туркменистан, Узбекистан, Пакистан, Таджикистан. Это Пакистан. Ответ правильный. У вас тысяча фунтов. На какой выигрыш рассчитываете, Падди? 150 тысяч было бы неплохо, я думаю. Очень неплохо. Немноговато. Но ведь Бентли за меньше не купишь. Нет, хотя сейчас, может, уже и купишь. Если вы играете миллион, продолжите работать. Где работаете? Ну, может, раз в неделю, а потом как пойдет. Ясно. Посмотрим, как пойдет игра. У вас несгораемые тысячи, три подсказки. Третий вопрос на 2000. Кто вышел замуж за актера Лоренса Фокса в канун 2007 года? Это Сэра Хардинг, Джоди Марш, Билли Пайпер, Алиша Диксон. К сожалению, я первый раз слышу имя Лоренс Фокс. Просто даже не знаю, что делать. Пожалуй, спрошу зрителей. Ясно. Зрители. Вот ваш вопрос. Он на 2000 фунтов. Кто вышел замуж за актера Лоренса Фокса в канун 2007 года? А. Сара Хардинг. Б. Джоди Марш. С. Билли Пайпер. Д. Алиша Диксон. А. Б. С. или Д. Голосуем. 76% сказали Билли Пайпер, 10% Сара Хардинг, 8% Джоди Марш, 6% Алиша Диксон. Процент большой, это большинство. Выглядит убедительно, соглашусь с ответом зрителей. Но сами-то вы понятия не имеете. Ну, да, но они-то знают. Окончательный ответ? Да. И они правы. У вас 2000 фунтов. А. Кляр знала ответ, потому-то мне и улыбалась. Ей хотелось поскорее эту кнопку нажать. У вас 2000 фунтов и остались две подсказки. Четвертый вопрос на 5000. В каком виде спорта можно исполнить бостонский спинной замок? Рестлинг, бейсбол, гимнастика, фигурное катание. Я помню, как Мик Мэнос делал этот прием. Это рестлинг. Ответ окончательный? Да. Ответ правильный. У вас 5000 фунтов. А кто-то не еще был. Джеки Паулоу. Джеки Ти Ви Паулоу. А комментатором был Кент Уилтон. Да, Кент. Итак, у вас 5000 фунтов и подсказки целы. Осталось три вопроса до 50 тысяч. И вот следующий, пятый вопрос на 10 тысяч. В какой пьесе Шекспира встречается такая строчка «Но тише, что за свет блеснул в окне?» Отелло, Юлий Цезарь, как вам это понравится? Ромео и Джульетта. Это Ромео и Джульетта. Откуда знаете? Я помню Фрэнка Бруно. Тут поэзия. А вы Фрэнка Бруно вспомнили? Да, Фрэнка Бруно и Ленни Генри. Ответ окончательный? Да. Благодаря вашим знаниям о театральных потугах Фрэнка Бруно и Ленни Генри, вы ответили правильно. У вас 10 тысяч. Итак, у вас 10 тысяч, до 50 тысяч осталось два вопроса. И осталось две подсказки. Звонок другу и 50 на 50. Следующий вопрос на 20 тысяч. Как назвали своего сына, родившегося в 2007 году, граф и графиня Уэссекские? Томас, Саймон, Джордж, Джеймс. На кону 20 тысяч. Опять же, я понятия не имею. Принц и его жена. Тут мне даже 50 на 50 не поможет. Надо звонить другу, к сожалению. Кто знает? Моя сестра Салли может знать. Сестра Салли? Да. Ладно, звоним Салли, она в Скантерпе. Нет, она живет в Бэтфордшире. Алло. Салли? Да. Это Крис Таррен, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, как дела? Спасибо, хорошо. Какой у вас голос, спокойный? Нет, что вы. Спокойный, спокойный. Вы, наверное, знаете, зачем мы звоним? Знаем. Он тут очень хорошо играет, но застрял на вопросе на 20 тысяч. О, боже. Ну, надеется, что вы подскажете. Ясно. Сейчас Падди назовет вопрос, и четыре варианта ответа. Один из них стоит 20 тысяч. Все ясно? Ясно. Итак, Падди, у вас 30 секунд. Время. Привет, Салл. Привет. Вопрос. Как назвали своего сына, родившегося в 2007 году, граф и графиня Уэссекски? Это Томас, Саймон, Джордж или Джеймс? Граф и графиня Уэссекски. Томас, Саймон, Джордж или Джеймс. Родился в 2007. Падди, я не знаю, прости. Не знаешь. Без понятия. Ладно, Салл, спасибо. Пока. Спасибо. Да. Видимо, надо... Да, убрать два варианта. Убираем. Компьютер, уберите, пожалуйста, два неправильных варианта, оставив один правильный и один неправильный. Джордж или Джеймс? Нет, правда, я понятия не имею. Когда ответы только появились, я подумал, Джордж или Томас, но не уверен. Один из них стоит 20 тысяч фунтов, а другой обойдется потерей 9. Так и хочется сказать Джордж. Его дядю зовут Джордж, не так ли? Отвечу, Джордж. Окончательный ответ? Да. У вас было 10 тысяч. Падди, вы только что потеряли 9 тысяч. Вы рискнули? Да. Еще одного такого шанса не будет. Оно того стоило. Я не жалею, правда. Аплодисменты. Он уходит с тысячей фунтов. Падди, жалко, что так мало. Спасибо. Тысяча фунтов, Падди. Пока. Пока. Что ж, Падди рискнул, тем не менее, выиграл тысячу фунтов. А у нас еще 9 участников, готовых стать миллионерами. У них тоже есть шанс осуществить свою мечту. Мы просим их приготовиться пройти еще один отборочный тур. Тишина в студии. Следующий вопрос. Расположите эти кондитерские изделия в алфавитном порядке. Бизе, бриошь, боннанже, бисквит. Какой ужас у них на лице. Посмотрим. Первым в алфавитном порядке будет бизе, затем бисквит, за ними блоннанже и последний брешь. Вот правильный порядок. Кто из 9 участников ответил правильно? Похоже, не все. Не все. Кто быстрее? Матю Джейкок за 5 секунд ровно. Молодец, Мэтью. Итак, мой обычный вопрос. Готовы играть? Готов. Молодец. Пойдем. Итак, это Мэтью Джейкок из Веллинборо в Нортингемптоншире. Он проработал 5 лет в королевских ВВС, в отделе связи, а потом женился и уволился из армии. И теперь работает аналитиком компьютерного рынка. Миссис Джейкок сегодня тоже здесь, Дайана, любовь всей его жизни. Их роман закрутился в Канкуне, в Мексике. Мэтью приехал туда провести отпуск, а Дайана работала там аниматором. Оттуда они рванули в Лас-Вегас и связались узами брака. Прошло 3,5 года, и у них все по-прежнему хорошо. Но Дайана боится, что Мэтью будет слишком торопиться с ответом, потому что он очень импульсивен не по натуре. Однако, если он будет вести себя хорошо, они хотели бы съездить на Кубу. А еще Дайане нужна новая машина, а также они хотели бы провести месяц в Индии. 12 вопросов, 3 подсказки и 1 миллион фунтов. Удачи, Мэтью. Начинаем игру «Кто хочет стать миллионером?» Итак, первый вопрос на 500 фунтов. Кому из этих людей более уместно обращение маэстро? Хирург, директор школы, дирижер, адвокат. Это дирижер. Правильно, это дирижер оркестра. Вы выиграли 500 фунтов. Ответ на второй вопрос даст вам несгораемую тысячу. Какая птица бегает быстрее всех? Гусь, страус, павлин, орел. Я бы выбрал страуса. Вы не торопитесь с ответом? Надеюсь, что нет. Ответ правильный. У вас 1000 фунтов. Как себя чувствуете, Мэтью? Нервничаете? Сейчас уже меньше. Ведь есть несгорами тысячи. Да. Хочу поливопытствовать. Когда вы встретили Дайану, вы отдыхали в Мексике? Ну да. В Канкуме? Все правильно. Вы бросили карьеру в ВВС и укатили в Вегас жениться? Да. И как быстро все случилось? За пару месяцев. Да что вы. Зря время не теряли. Нет. Ладно, давайте выигрывать деньги. У вас 1000 фунтов. Третий вопрос на 2000. Слушаем. Какую компанию основал француз Чарльз Патте в конце X века? Книжное издательство, киностудию, ресторан, производство мотоциклов. Как думаете? Думаю, это киностудия. Я помню, что видел имя Патте в конце титров. Но в конце XIX века... Может, он начал создать исток книг, а потом уже было кино. Возьму подсказку 50 на 50. Ладно, компьютер, уберите, пожалуйста, два неправильных ответа, оставив один правильный и один неправильный. Все равно выбираю киностудию. Ответ окончательный? Да. Окончательный. Опять торопитесь? Сам понимаю. Но ответ правильный. У вас 2000 фунтов. Компания Патте новости с логотипом петуха. Четвертый вопрос на 5000 фунтов. У вас остались две подсказки. После проведения какой церемонии награждения запомнились зрителям Мик Флитвуд и Саманта Фокс в 1989 году? Бритц, Грэмми, Бафта, Эмми. Не могу сказать, что хорошо помню это время, 89-й год. Наверное, лучше зрителей спросить. Ясно. Зрители, приготовьтесь. Для вас есть вопрос на 5000. После проведения какой церемонии награждения запомнились зрителям Мик Флитвуд и Саманта Фокс в 1989 году? Бритц. Б. Грэмми. С. Бафта. Д. Эмми. На кону 5000. А, Б, С и Д. Голосуйте. 67% считают, что это церемония Бритц, 11% что Грэмми, 17% что Бафта, и 5% думают, что это Эмми. Я и сам хотел сказать Бритц. Конечно. Так и скажу. Ответ окончательный? Да. Эта церемония запомнилась потому, что они ужасно ее вели. Ответ правильный. У вас 5000. У вас 5000 фунтов. И следующий пятый вопрос на 10 тысяч. Осталась подсказка, звонок другу. Я буду позвонить другу. Вчастью, какого шоссе является сейчас первое британское шоссе около Престона? М2, М25, М6, М80. Хочу поступить импульсивно. Мне кажется, что я где-то недавно читал, что это М6. Отвечу М6. Окончательный ответ? Окончательный. А почему не М80? Что за ответ такой? Я уверен. Это правильный ответ. У вас 10 тысяч. Спасибо. На русский язык программы озвучена компания «Видеофильм» по заказу телекомпании «Стрим» в 2011 году. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо.